В Криворожском центрально-городском лице отремонтируют спортивный зал. На это пойдет почти 400 тысяч гривен. Но в проекте не учтены другие проблемы учебного заведения. Например, оборудование уличной спортивной площадки, ремонт фасада здания и обваленной крыши одного из кабинетов. Наше завдание – эффективно распорядиться с ним и на будущее, я думаю, что подготовить достаточно проекта, чтобы нам было что защищать перед государственным бюджетом. 400 тысяч вам зараз, я думаю, что против двух тижн это неплохо, это лучше ничего, но я вижу обсяг проблем, проект на работе не отвечает обсягу реальных проблем. На жаль. Но это выяснение просто для всех нас. Почти полтора миллиона гривен потратят на ремонт перехода в школе номер 85 на Макулане. Часть здания, в котором должны проходить занятия по труду, почти разрушены, заросла плесенью на стенах и потолке. Проект реконструкции должен быть готов в конце июня, но скорее всего его отправят на доработку, чтобы выделенные деньги были потрачены разумно. Взаимодействие с головой района, взаимодействие с управлением освіти. Мы выбили из государственного бюджета Украины полтора миллиона на вашу школу. И теперь мы должны разумно распорядиться. На Карачунах в школе 123 замет окна на 1 миллион 400 тысяч гривен. Из-за старости и постоянных подземных толчков деревянные оконные конструкции находятся в аварийном состоянии. Открывать их запрещено. Могут выпасть и травмировать детей. И все время взрывы, которые в 12 часов, мы очень хорошо ощущаем. Поэтому в целях безопасности, в целях того, чтобы не было выпадания, мы вымуждены. Ну, это мы так называем для себя. Да, совершенно верно. Ну, извините, может я, конечно, так ромко говорю. Правильно, я всегда говорил о том, что мы действительно находимся. Мы 2-3 балла вообще не учитываем нигде ни одним проектом, ничего в Кремроге. А на эксплуатацию зданий и сооружений это, безусловно, сказано. Еще 113 окон заменят в школе номер 2 на Карноватке. 50-летнее здание требует ремонта. Зимой внутри холодно, а летом нет возможности проветривать помещение. Всего на школу номер 2 будет выделено 1 миллион 490 тысяч гривен. Мы вашу школу не уминули увагою. И она отримает 1 миллион 490 тысяч гривен на замену векон. Зи старых на новые. В соответствии с проектом, который разработан нашим славным городом. Теперь наше задание, наша большая ответственность в взаимодействии с руководством района, с руководством школы, с организацией, которая выполняет эти работы, до вересня встегнуть поменять все незаменитые векна. В школе номер 8 в центрально-городском районе в спортивном зале за счет родителей установили пластиковые окна. Но работы выполнены некачественно. Рамы шатаются, а в помещении постоянный сквозняк. Это в первую очередь потолок. Видим в каком он состоянии. Шлифовка пола, побелка потолка, покраска стен. Ну и окна. Будут поменены окна или демонтированы, или укреплены окна. Будут разбираться в этом специалисты. Согласно проекту, который уже составлен. На ремонт 8-й школы выделено почти 400 тысяч гривен. За эти деньги улучшат спортивный зал. Планируют обновить пол, потолок и стены. Чтобы ученикам было комфортнее на уроках физкультуры. Окна стоят нормально. Другое дело, что могла быть ошибка допущена в конструкцию окон. Они не имеют жесткости. Так для этого только решается вопрос по-другому. То есть надо брать специалистов и просто говорить. Может фурнитуру заменить. Может где-то стеклопакеты. Но не вижу. Окна стоят железно. Все работы должны окончить к 1 сентября. Чтобы в новом учебном году ученики могли в полной мере почувствовать заботу государства. Олег Ермолинский, Виктор Зубченко, Первый городской.